25 тысяч делегатов и две недели заседания. В немецком Бонне открылась конференция ООН по изменению климата. Даже представители США участвуют, несмотря на то, что эта страна вышла из глобального климатического соглашения. Что обсуждают на саммите и почему на нем председательствует республика Фиджи? Об этом и массовых протестах в Германии подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Председательствует одна страна, а принимает другая. Согласно ротации, эта конференция должна была проходить на островах Фиджи. Но власти республики заявили, не смогут разместить всех делегатов. Поэтому мероприятие перенесли в немецкий Бонну, а право определять повестку саммита оставили за Фиджи. Участников действительно много, 25 тысяч. Это политики, активисты самых разных организаций по защите окружающей среды. Звезды Голливуда, которые активно занимаются этой темой. Арнольд Шварценеггер и Леонардо Ди Каприо. Главная тема конференции – борьба с глобальным потеплением и реализация Парижского соглашения по климату. Его ратифицировали 169 государств. Они обязались сократить выбросы парниковых газов, чтобы до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках 2 градусов Цельсия. Мы не имеем права на неудачу. В течение следующих двух недель мы должны сделать все, чтобы Парижское соглашение заработало. На конференцию приехала и американская делегация. Несмотря на то, что сразу после избрания президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. Еще несколько месяцев назад у нас были опасения, что решение США может вызвать эффект домино. Мы сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Конференция в Бонне очень важна. Она продемонстрирует, что весь мир един в этом вопросе. Ну а пока делегаты чинно заседают в конференц-залах, на улицах Бонна проходят массовые демонстрации. Уже несколько дней к ряду активисты проводят акции протеста, требуя закрыть угольные электростанции в Европе и перейти на возобновляемые источники энергии. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.